Пчела В своей практике приходилось работать с разными породами пчел, начинал я с помесей местных на основе среднерусских пчел, довольно таки агрессивных, но вот несмотря на то, что я не знаю, 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 что я не знаю. Несмотря даже на их агрессию, пчеловоды и качевщики умудрялись получать мед хороший, товарный, но в среднем где-то была фляга сувья. Но под эту пчелу, конечно, нужно было подбирать определенную технологию, когда надо расширить, когда надо чуть прижать яйцекладку матки, чтобы мед не расходовался на расплод, который, допустим, уже большое количество расплода не принимает участия в медосборе. Постепенно стал сравнивать, завозил карпатку, работал с итальянкой, с пчелой, постепенно стал на пасеке сравнивать разные породы и смотреть, какая из пород пчел лучше работает, допустим, на мед, какая хуже. Сравнение было довольно-таки простое. При одной и той же технологии, допустим, конструкции улья и однотипном взятке, вот, допустим, смотришь, одна уже три магазина меда принесла, а другая только один магазин. Вот, естественно, сразу видно, что там, где больше меда, пчелы на мед работает лучше и больше количества медоносов могут охватывать по приносу нектара. В первой части видео я показывал таблицу и говорил, что особенности отдельных пород пчел состоят в том, что некоторые породы не носят нектар, если он не достигнет определенного процента сахаристости. Вот, а другая пчела уже принесет, допустим, он еще и не очень высокий процент, она уже принесет в улей. И пока для, допустим, одной пчелы наступит необходимый процент, вот, для приноса в улей нектара по сахару, то уже, в принципе, у пчел, которые берет нектар с меньшим содержанием сахара, уже довольно-таки большие запасы в ульях нанесены. То есть они в любом случае имеют предпочтение, плюс предпочтение имеют в том, что большее количество медоносов охватывают они, и мед более будет разнообразный насыщенный. Ну вот, методом сравнений проб на сегодня, значит, остановился у меня основные пчелы на пасеке такие. Это, значит, два вида местной пчелы, одна пчела, это рязанский тип карпатки, значит, на основе Вучковской карпатки с Украины. Много лет есть отбор, значит, ведется по миролюбию, по зимовке на воле, по работу на мед. Это уже там от ввозной карпатки, там уже прапрапраправночки остались, то есть это уже можно говорить как о местной пчеле. Второй тип местной пчелы на основе Приокской, это рязанский тип Кавказянки, хорошо тоже зимует на воле, по миролюбию очень хорошие. То есть, значит, эти пчелы идут от институтских приокских пчел, которым я на Пасеку института ездил, родоначальниц брал оттуда. И после, естественно, постепенно отбирая то, что мне нужно, вот получилась, так сказать, разновидность, я ее называю рязанский тип Кавказянки. Поскольку, несмотря на то, что там и влито, допустим, среднерусская пчела кровь, но по крыльям она, так же как и приокская пчела, она показывает процент большой именно кавказской пчелы. Из новых пчел это, значит, Бакфаст. Бакфаст именно меня заинтересовал с дальневосточной пчелой, которую называют Приморской. Это, значит, три года у меня, третий год я с ней занимаюсь. Очень хорошие на сегодня результаты по миролюбию, по зимостойкости. Вот, по миролюбию, зимостойкости и меда, пожалуй, в лидерах находятся. Но на сегодня пчела еще считается у меня это привозная, поскольку пока только есть внучки. Внучки от завозной пчелы, которые, допустим, полностью показывают такие же результаты, как и матки искусственное осеменение, от которых выводилась сначала дочка, потом внучка. Вот теперь правнучка и праправнучку как бы в плане есть. Но это уже для себя я такие вывожу. Вот, на продажу матки идут только от, или от островной, или от матки искусственное осеменение. Значит, помимо еще завез от Бранструпа, от Келда, это и селекционеры из Дании, и из Германии, от Ференбаха. Это сын известного помощника, брата Адума. Вот, тоже в вопросах селекции довольно-таки известный человек по Бакфасту. Эти вот, значит, линии пока в стадии тестирования. Вывел я их в том году, дочек. Вот, нормально перезимовали, в этом году буду помеду проверять, помиролюбие на пасеке. Вот, то есть, вот четыре основных, как бы, вот таких разновидностей пчел, которые у меня постоянно сравниваются, помеду, позимовке, помиролюбие. Вот, от итальянской пчелы отказался из-за того, что очень много корма потребляет. Вот, постоянно очень много расплода у нее, корма. И, в принципе, столько расплода в моих условиях слабого взятка, когда медоносов пассивных абсолютно нет никакого, никаких. И, в основном, пчела носит с разнотравий, с мусора, вот, с дикорастущих растений, цветов. То есть, итальянка мне, она, как бы, я от нее отказался. Но, от среднерусской, вот, этой вот разновидности, которая у меня, у нас в Рязани тоже была и есть, тоже отказался из вопросов миролюбия. И по меду она, значит, в условиях слабого взятка, она работает хуже. Возможно, если бы были пассивные, там, гречи и харапс, большие заросли липы, может быть, она себя и показала с очень хорошей стороны. Но, вот, в моих условиях, вот, те разновидности пчел, которые я держу, намного превосходят. И, в это, среднерусских, вот, этих помесей разновидностей по меду намного превосходят и по миролюбии. То есть, смысла держать ее нет. Вот, то есть, что могу посоветовать, допустим, пчеловодам, у которых проблема какая-то возникает с товарным медом? Вот, пока не сравнишь, пока не сравнишь пчелу, точно не можешь сказать, насколько хорошо или плохо работает пчела, которая у тебя есть на пасеке на мед. Вот, вот, для сравнения порекомендую я, вот, не пожалеете, допустим, денег на покупку одну или двух маток. Или возьмите карпатку, или возьмите карнику. Ну, карнику возьмите только немецкую. Вот, вот эти вот, как бы, пчелы, они очень хорошо заточены на работу под мед. Вот, берут практически со всего и просто сравните со своей пчелой. Если вы меда от них больше не увидите, значит, пчела ваша достаточно хорошая, тоже по меду. Вот. Если увидите значительные отличия, то уже повод, как бы, задуматься над тем, что может добавить, влить немножко именно крови, вот, от этих, от медистых пчел к своим пчелам. Вот. Причем, вот, маток заказывать не надо, спешить на май, на июнь. Я рекомендую, если, вот, хотите новую породу попробовать, лучше заказывайте в конце июля или в августе. Вот. Потому что, вот, в мае вы заказываете матку, все равно 60 дней, вы ничего от нее не увидите. Пчелы будут еще старые, от старой матки. И они будут полностью руководить и засевом, и наращиванием зиму, и будут ли заливать, или не заливать гнезда. То есть, пока 60 дней с момента подсадки матки не пройдет, то не сможете вы оценить, вот, насколько качественную матку вы подсадите. По этой причине матку, вот, допустим, вы покупаете в этом году, проверить-то можно будет только лишь на следующий год после зимовки. И по этой причине лучше брать ее в июле или в августе. Матку вы подсадили, зимует она у вас на проверенной вашей пчеле, которая у вас по зимовке уже проверенная. В мае полностью пчела вся после зимовки меняется, после выставки в апреле. И у вас начинается уже, оцениваете вы вот эту матку, которую ее пчел, которую вы купили для работы, на мед, на развитие. Вот, то есть, более предпочтительно именно в конце сезона маток покупать, если какую-то хотите вы, вот, новую породу или линию. Плюс к этому июльские августовские матки, они, как обычно, пчелу выводят, которые менее склонны к роению на следующий год. И намного лучше наращивать пчелу в зиму, поскольку молодая матка, июльская, или вот в августе, в начале которой прицепила к яйцекладке, она очень хорошо откладывает яйца весь август и очень хорошо, хорошее у вас будет наращивание пчелы в зиму. Продолжение следует...